Хейо, гайз, с вами Миши Мики, и мы продолжаем проходить игру под названием Манас Парк, и сегодня у нас игра за воина, мы поговорим со всеми, у нас новый предмет, ну, не предмет, а книги. Окей, давайте сначала возьмем чилика, воина, да, блин, а заметьте, что у него нету, это, зачем стрелять, у него щит, который не сразу срабатывает, блин, как я буду убивать вообще кого-то хотя бы, а, поехали, что у тебя, 12, возможно, установили 2, заморожище, ну, это понятно, понятно, турели, в принципе, нормальная тема, можно будет потом разблокировать. Можно купить, так, стоять, это что у меня сейчас, эффект ваших, так, увеличивает ваш запас, короче, нахождение монет увеличит. Дает вам больше здоровья на 1 единицу, эта каша сделает вас сильнее, урон будет, можно купить. Это суп из капусты, просто так и увеличено. О, появилось что-то. Я здесь, чтобы изучать твои дела, я всегда рада слышать о ваших приключениях. Да ладно, здесь есть некроминникон. И книги. Это то, что я уже нашел, да? И еще не нашел этот текст. А, ну тут осталось у нас текстов не так уж мало, ну, много. Гоблины. А, гоблаты. Разновидности гоблина, похожи на летучую мышцу ночной охотник. Они, как правило, в группе, имея трех, не менее трех, и охотятся на ту добычу, которая не слишком велика для них. Дикий кабан. Кабан, живущий в лесах, умеренно пояса. Он не несет угроз, если никто не угрожает ему. Зерый волк. Волк, живущий в лесах, умеренного пояса. Благодаря агрессивному поведению используется некоторыми расами, как боевые скакуны. Растение-людоед. Растение, произ... так... Произрастающее на лесных участках высокой концентрации маны. Она имеет очень мощные листья, которые используются в качестве защиты. Также бросает взрывающие семена при угрозе. Взрывные капсулы. Часть семян растения-людоеда предназначена для выращивания других растений. Часть становится взрывоопасным семенем. Используется для защиты растений от нападающего. Орк. Проворный боец-орк. Он очень быстро бегает и кидается на противников, владеет топором. И также он метает. Исследует... О, исследует орк. Слабости за четыре руны. Ого! У нас тут, оказывается, есть на врагах слабости. Скелет-воин. Солдат. Так. Пробужденный из мертвых. Он реанимирован силой раны призыва. Владеет мечом и щитом. Скелет-лучник. Солдат пробужденный из мертвых. Он реанимирован с помощью силы мана призыва. Владеет луком. Шипоплюй. Шипоплюй можно найти под землей. На лесных участках у них есть шипы в качестве защиты на растения. Парализирующий. Так. Любой, кто попадет близко. Охранник с арбалетом. Возможно, человек. Человеческая жертва эксперимента маны с его телом. Он метко стреляет, используя арбалет. Достаточно силен, чтобы использовать башенный щит. Но при этом медленно передвигается. Орк в доспехах. Цельный орк способен сражаться, используя тяжелую броню. Он также использует щит для защиты и бросается на врагов, которые пытаются сохранять дистанцию. Клет в доспехах. Элементный солдат. Элитный солдат, пробужденный из мертвых. Владеет мечом и щитом, пропитанный маной. Пиромант. Возможно, человеческая жертва эксперимента мана с его телом. Его тело полностью перевязано из-за серьезных ожогов. Он может бросить пару опасных огненных заклинаний. А, так это человек. Это значит, все, кого... Подогонь, да? Гнали. Энсектоид. Возможно, человеческая жертва эксперимента мана с его телом. Он сбрасывает большое количество яда на врага при полете, используя свои большие крылья за спиной. Драук. Возможно, человеческая жертва эксперимента маны с его телом. Имеет признаки паука и некоторых особенностей, такие как возможность создания и плотной... Плоти личинков драука. Драучек. Огромный паук, который, благодаря стиле маны, используют на паучьих яйцах. Он вылупляется и развивается до боевого состояния очень быстро. Некромант. Возможно, человеческая жертва эксперимента маны с его телом. Он колдует заклинания арканы, чтобы атаковать своих жертв. Когда они отвлекаются на скелетов, которые он призвал. Заглотыш. Возможно, человеческая жертва эксперимента маны с его телом. Но... Так, он имеет даже подобный внешний вид и обладает очень гибким языком, используемым для захвата жертв. И... Подтаскивает их к своей мощной челюсти. Магнетик. Возможно, человек жертва эксперимента маны с его телом. Он использует металлический шлем с большими гвоздями на ней. И, кажется, обладает магнитными способностями. А, это вот шлем, о котором я говорил. А так, а это, слушайте, это бестиарий, это я понял уже. А боссы где? Подожди, тебя я вижу... Можно покупать эти. Давайте я сначала куплю себе этот хавчик. Здесь уже у нас спорно идет, потому что эта кашка сделает вас сильнее. То есть я могу урон себе прокачать. Быстро атаки мне нужны. Я прокачаю урон. Ух ты ж. Так, рагу из кролика. Рагу из кролика повышает вашу атаку и удачу на поиске монет. Повышает вашу атаку. Два в одном считайте. Жареный ячмень с фасолю. Жареный ячмень с фасолю. Увеличивает ваше здоровье и скорость атаки. То есть, это у нас вот это вместе взято, а это вот это. Так, рыбный суп с беконом. Это рыба похлебка с беконом. Увеличивает вашу атаку, скорость атаки и шанс найти монетки. Жареные кабанья на газ с мёдом. Это жареные кабанья на газ с мёдом. Значительно увеличит ваше здоровье, то есть на два. Скорость атаку и ваш шанс найти монетки. Собираем, собираем. Рагу, конечно же. Так, ну тебя понятно прокачать не могу. В тебя я хочу прокачать. То есть, посмотрей про гоблинов. Да, пример хотя бы. Так, разновидность гон. Они также правят группе не имеют оттуда бычу, который... А, ослабленный? А, то есть ослабленный я делаю врага с... И леньки. А, то есть я так их с одного убиваю, а так буду ещё быстрее, да? Мне нужно тогда на вот этих выше собирать. Прикольно, прикольно. На самом деле здесь у меня проблемы будут пироманты. Мне нужно собрать на пироманта, некроманта, драука, заглутыша. Очень быстро нужно собрать на заглутыша. А перекатов у нас нету, я замечу. И побежали. Но мне кажется, это два забега я буду за война совершать. Да, такое. В спорном моменте с этим персонажем. Но она ближняя, значит у него урон должен быть даже больше, чем у нашего лучника. Если он будет отражать все атаки, чисто все атаки, это будет имба перс. Но. Бля, а я взял сетку. Ладно, буду сеткой открыткой. Я не взял сетку. Фак. Я сетку не взял. У него хп будет побольше. А, то есть нам не важно, да, где враг будет, нам просто нужно к нему подойти и ударить. Блин, за сетку, почему я сетку не взял? Вот я... Ммм, голубый. Не, ну на самом деле это тупо, потому что мне не нужна сетка. Мне очень сильно нужна сетка. Можешь мне специально сдохнуть? Не хочу сдыхать. А подождите, а как мне тогда этого убивать? Не, мне сетка нужна, все, я вздыхаю. Кого я проверю? Насчет атаки. А ну. А не, нифига. А от этого он вернуться не может. Да, я понял, что я мертв. Я не взял предмет. Хавчик я взял, да? Вернуться в лагерь. Хавчик я взял. А вот... Этот я не взял. Короче, нужно тогда наэкомуномить до хера денег. Разница, вот в последнем я забыл в предмете. Только что здесь здоровье, да? Ну, понятно, что я буду брать там нигде здоровье. Все. Теперь можно идти. Блин, она ослабленная, я думаю, это типа... Мы делаем более легкую игру, то есть забеги будут намного быстрее. Я думал, знаете, там будет типа... Ну, тебе нужна вот эта сетка, чтобы скелеты были более слабы. Если они просто уменьшают мхп, то есть вот мы находим слабость их. Вот такое. 50-50. Ну что, гоблин у нас так, ваншотится, только арбалейщица их не может ваншотнуть, и все. И блин, и что это за фигня? То есть я уворачиваться не могу, зато я могу с чем-то открываться, ну, от обычных физатак. Вот это таки, вот это таких, атаки могут тупо, и все. И то я, получается, атакую не быстро. А, не, хотя... А у меня тут тогда сложности с двумя врагами. Даже, ну, с двумя, я имею в виду, боссы. Первый это глаз. Там я хотя бы на дальнюю атаку атаковал, а здесь мне придется впритык к нему подбегать. Хотя, может, я тогда смогу не только в глаз херячить. О, вот это сейчас такой момент, и интересно, какие у него будут предметы выпадать. Там, типа, на радиус атаки, да? Типа, на двойной щит, на двойной блок. Загрузка. Загрузка, загрузка, загрузка. Долго загружается. Понятно, что мы делаем снова по часовой. В смысле? Я думал, у тебя урона побольше будет. А у тебя урона, как у обычного. Это плохо. Это еще, смотря то, что у меня... Кушан на этот. Повышать вашу атаку и удачу. Где? Урон. Я урона не вижу. Берем. Сильные отбросы и увеличение урона. О, теперь я ваншочу. Ну, а теперь отлично. Теперь мне нравится. Больше урона, больше убийств. Но он у меня слабый. Он у меня все равно слабый, чем лучник. Потому что лучник на дальнюю атаку. У него огромный радиус атаки. А здесь... Притык. Не, а лучше пускай будет сетка. Замедле... Замедлеем снаряжение. Так, щит наносит двойной... Да, все-таки у них, видите, свои предметы. Щит наносит двойной текущий урон при защите в ближнем бою. Так, утваивает урон, если вы стоите рядом с врагом. А это будет лучше. Умножение урона. Скорость атаки не... Незначительно понижается. Повышается... Не, я лучше этот... Умножение урона. Удваивает урон. Для меня это лучше, на самом деле. Потому что я ближник. Даже на лучнике этот предмет тоже имба считается. Потому что там радиус... Как бы... Как будто я вот... Сейчас покажу. Как я понял, радиус. Чисто как я понял. Это не точно, но это я так понял. Долгие загрузки. Вот. Допустим, вот стена, да, да, вот эта. Вот отсюда... Где-то вот так. Идет удваивание урона. Даже так. То есть... Вот урон удваивания, да, вот так где-то. Вот от стенки посередине, то есть идет так. Удваивание урона. Мне нужно еще туда дойти. А, меня отбрасывают, да, теперь, оказывается? О, нихера. Отражение снарядов наносят двойной урон от текущего... Ой, вот это вот хорошо. Да, пусть. Замедленные атаки отглопленных. Бля, я думал, туда хера будет записи, на самом деле. Оказывается, там их немножко. Просто тут пишут, типа, 113. Типа, 113. Я думал, типа, ох, нихера, тут записи будет... Так, асу с Веманой в их телах не кажется мне естественным. Но у меня все равно нет никаких мыслей по этому поводу. Возможно, дальнейшие эксперименты прояснят этот момент. Ну, на самом деле, посмотрим, как будет все решаться на первом боссе. Может, у меня будет глаз вздыхать чисто за счет... ...моих этих... ...моей сеточки. Мне не очень нравятся ближние атаки. Если бы он просто махал мечом, тогда да. Плюс, если бы у него урон был бы побольше, чем у лучника. У него только хп больше, и все. Вот различность, что он атакует в ближней... Не выше щит, ладно. Это дотш одной атаки. И то это на ближнее расстояние. То, что он снаряды не может доглушить, это минус. Сейчас будем проверять. У меня есть... А, стоять. У меня есть отражение снарядов. Посмотрим. Так, что мы делаем? Подходим. Нифига себе. Ой-ёй-ёй-ёй. Ладно. Ну, это чисто за счет этих предметов. У него урон такой. Хотя, посмотрим. Ходиев, наверное, сбалансировали. Но сетка много наносила щелеку, поэтому... За счет сетки я много выиграю. Именно по противникам. Бля, а как мне тогда этого грохоть? Блин, подождите. Луч считается тоже снарядом, ведь так? Если я луч отражу, я смогу... Нет, ну блин, луч меня в бета ваншотил. Потому что долго в нем задержишься, а ты умираешь. Он типа, знаете, вот так по времени так... Отнимает. В яд мне наступать нельзя. Подождите, а что мне тогда делать с... 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 Вот этими язычниками? Они же будут меня к себе притягивать. Язычники меня будут к себе притягивать. А ну давай. Ай. Я же вернулся. Блин. Блин. Вы мертвы. Это не моя проблема. Это я хочу вернуться в лагерь. Так что я хочу везти все предметы, что у меня сейчас есть. А испытать удачу... Блин, может здесь... Почему новых этих людей нету? Типа карточница здесь была бы. Или вы... А, нет, есть что-то новенькое. Нет, экипировки привязаны к твоему телу. Ну и ски. Оказывается, что там что-то еще есть. Ладно, давайте последний тогда в быстрый забег. Это что, уже 20 минут. Это еще где-то я в 25 буду бегать. Не, мне чисто повезло то, что я там взял... Два предмета на урон. И которые мне не понижают никакую статистику. Блин, ну в ворот. Чисто мне сетка убивает. Вот просто кидаем сетку. И он просто вздыхает от сетки. Все. Мне даже атаковать не нужно. Сетка все делает сама. Поэтому, ребят, в данный момент сетка это имба. Турелька только для ближних атак. Ее нужно прокачивать, чтобы узнать, что там дальше будет. Но я не буду ее прокачивать, потому что я буду копить на что правильно. На за 72 куплю себе вот эту херовинку. Где у нас будут все предметы. Иск атака. Готово. Дай мне урон. Отлично. Увеличение урона. Да ну блин. Монетки. Кабана не выпадет мне. Хотя. Попробовать. Не, не выпало. Так, три руны есть у нас. Ну, хотя здесь можно знать просто заходить, вздыхать, ну, собирать руны, влаживать их, вздыхать. Опа, кольцо. Удваивай твои... Удваивай твою атаку, скорость атаки и получ... А, и получаемый урон. Получаемый урон тоже удваивается. Я был уже имба, имба, думаю. Не, хлебушек. Увеличить здоровье временно, увеличить скорость после еды. Такой. Такой спорная. Блин, если бы у всех были бы одинаковые предметы... Я просто нарвалить, чтобы скорость атаки собрал, и все было бы... Пах-бах-бах-бах-бах. Минус, минус, минус. Замечу, что я с этой кашей еще не пробовал... Залучника. Если рыцарь убивает скелетов за два атаки... За две атаки, даже за три, да, кажется... То мой лучник будет почти что ваншотить. Ну ладно, он отходит хотя бы сразу двоих. И да. Класс. Не да. Монета, да, падает... Часто. Так, ладно, а хпп я пойду поем. Соседние там еды. У меня там две как раз... Две ножки. Ну, знаете, его ускоряет. Она тебе ускоряет. Блин, а что это? Почти урона не вижу. Блин, подождите, а где замедление было? Там же и была и кида замедление. Или нет? Нужно было посмотреть рагу на замедление. Ха, терять 4 хп ради этого? Извиняйте. Извиняйте, ради такой глупости я не собираюсь тратиться. Бай. Ладно, пойдемте за последний. А хотя бы у нас там курица на финише. Финише. Так, сейчас же и босс, да, должен быть? Блин, есть багажерство на счет вот этого? В местности с шипами. Ну что, давайте попробуем. Наверное, блин, ну... То, что предметы, блин... Ну я хочу, чтобы у всех были одинаковы. Лучше пробел. Окей. Ладно, понятно, что я сейчас делаю. О, нет. Нормально он атакует вблизи. Даже без предметов. Ну так и сбалансировал. Хотя лучник тоже наносит нормально. Ну, блин, у меня не забываем, что предмет... Плюс кашка. Блин. Лучше бы выносил быстрее. Блин, конечно, если бы я не мог вот эти ворота открыть, это хорошо, что я додумался еще стрелять в стены. Поджигать их. Так было бы жестко. Жестко и, типа, дошли уже так далеко, а освободить героя не можем. Так, пойдем сюда. Угу. Пипец. Просто бью бесконечно. А, подождите, я... Запрещай... А, не, не запрещай ему я ее атаковать себе. Ладно, побежали тогда в ту комнату. Да, пошлите. Ой. Бля... Просто... Под удар поставился. Ладно, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. Не, ну, если смотреть... Да не, смотрите, сколько... Чисто наш этот... Наша сетка выносит. Поэтому я на этом, наверное, закончу. У нас серия, в принципе, вышла не такая уж большая. Потому что персонаж не очень. Да, он может защититься от одного удара. И... И... У нас два персонажа, которые доджет. Просто... Стоять. Я могу только на одного сделать? Я... Я думал, я могу на всех ослабления поставить, только на одного. Ладно. Я хочу привязывать предмет. Как это сделать? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.